Какая-то смена караула. Как клоуны. А другой ему навстречу с другой стороны. Местами меняются. Потом постоят минутку другую и опять топ. Вааа. Разошлись. О, я говорю задом, как чукчем. Все-таки решил развернуться. Вот так задом неудобно идти, конечно, дорога. Ать. Два. Ать. Два. Левый. Правый. Ать. Два. Ну и так далее. Потом подальше. Ага. Аташ тоже стал в почетный караул. Да, я тоже в них почетный. Тоже в них почетный. Ать. И тоже в склады. Так, сейчас еще раз. Не, нажала. Сейчас еще раз. Так, одну секундочку. Сейчас подожди. Тебя? Ну подойди поглоти вокруг. Олимпийский стадион в Афинах. Какие города проводились Олимпийскими? Второй век прошедший. И это? Ну, пойдем где-то больше по 50-й год. Но он новый, потому что два. Акрополь, крепость на горе. Акрополь, крепость на горе. Трамвай. Самый древний театр. Самый первый театр зародился именно в Греции. Это вот этот театр. Четвертый век до нашей эры. То есть здесь выступали древнейшие драматурги. Эскил, Сапокл, Еврипид, Перикл. Он был блестящим оратором, знаменитым полководцем и правителем города в то время. Он даже выдавал бесплатные билеты. Они назывались Теория. Смотрите, вот эти вот арочки видны, да? Перед нами. Это второй век нашей эры. Здесь проводится летний, летний афинский фестиваль. Программа до конца октября. Есть свободные дни, когда приезжает сюда очень много гостей. Большой театр бывает. Все сохранилось еще с четвертого века. В 447 году до нашей эры был построен храм Парфен. И Оливкова Венцова – символ мира и дружбы. Оливкова Венцова награждали олимпийских чемпионов. Здесь стояла статуя Афины Парфенос. Ну и еще раз, конечно, покажу, где она стояла. Мы туда подойдем, поднимемся выше. Мраморная скала. Позже я сказала, что это мраморный монолит. Роза и красивая оттенка, обычно после дождя. А внизу театр, вот как раз и готовится к очередному спектаклю. То есть здесь до конца октября проводится летний афинский фестиваль. И я сказала, что на гастроли приезжает очень много гостей из-за рубежа. И, конечно, всегда очень интересно наблюдать. Всегда восхищают все эти представления. 5 миллионов живут на этой территории. Но город строится именно от Акрополя. Поэтому мы в центре Афины. У нас в центре О' Обилие есть 5rada грязи, где в передачах по видах. У нас тогда синхрон perilяется Презятые специальные веки. Как вы видите, мы уже находимся на рельефе, который представляет ладонь. Это первая вода, единственная вода. Один из ладонь, который умер в ладонь. оттенок вот там когда будете гулять увидите это бетон чтобы ходить было легче если вы наступите вот на это это очень скользкая лучше по бетону ходить и так мы на самой вершине это место еще с древности называлась акрополь до окрас поле верхний город здесь поклонялись богиня афине здесь сначала были еще храмы 6 века но вот именно храмы 6 века были разрушены персами то что сохранялся до тех храмов это каменные фундаменты или посмотрите основание храма парфенона из-за звездняка затем уже несколько ступеней с брамора то есть когда маму переклу правителю города и перекл задает эту задачу лучшему зодчему то времени по имени фиде тролем фиде то есть ему принадлежал весь проект акропольского ансамбля ему подчинялись многочисленные отряды камнотесов и рабов все было повторяю под его контролем это природный мрамор окоролоскона парфенона такой вот розоватый созданной природой ну греческая технология большая фантазия то есть выскочила вылетела при том в полном вооружении богиня афина так родилась мудрая дочь зевса и растить не надо родилась взрослая ну и конечно все смотрели на зевса на афину и раз у друга зевса она ведь тоже страдала да похождения зевса посередине посмотрите да никогда не захотели паломники они могли сюда подойти могли увидеть статую потому что такой золотистый полумрак царил в храме и она оказалась даже живой со смотровой площадки на парфеноне открывается вид на афины сверху вот и он вот и он знаменитый парфенон храм на горе да